Очень у многих начинается любовница, вторые-третьи семьи. Надо стараться, надо трудиться, надо бороться. Я ничего не делаю. Он делал, пахал по полной программе. Покажите мне хоть одного богатого и упаханного. Игорь молодец просто. Я говорю, продажник, он прямо в крови. И я не верил в Бога. Друзья мои, всем привет. Сегодня мы пишем видеоподкаст с двумя мудрейшими наставниками. Я думаю, что многие сейчас просто в шоке, как нам удалось собрать за один стол Игоря Владимировича Рыбакова, известного российского предпринимателя, бизнесмена Форбса. 70-е, по-моему, место в Форбсе. 2 миллиарда долларов. И нашего любимого мусульманского коуча, имама Московской мемориальной мечети Шамиль Алиуддинова. Я вас пригласила за этот стол для того, чтобы мы с вами могли поговорить о том, как изменить мышление или вообще мыслить как миллионер. Мне кажется, что за этим столом два религиозных деятеля. Шамиль Алифатович имам, религия ислам, а здесь у нас религия чистоты. Да? Да, именно так. Религия чистоты. Религия чистоты. Я, кстати, начала читать эту книгу, поэтому мне бы хотелось узнать, вот как изменить мышление, с чего начинать? Ну, так как Шамиль представитель более древней религии, так сказать. Круто. У вас новая религия? Да, да, да. Ну, просто пошутил. Ну, давай так, ладно, я могу сказать так. Действительно, чтобы вернуться в состояние ответов, ну, чтобы ответы приходили до заданного вопроса, я проделал много усилий, большой путь проделал, да, и я вернулся в состояние ответов только тогда, когда учение или верование или религия, которую я обрел, ну, вот вошла в меня, я в нее, то есть мы соединились, да, это интегральная религия, на самом деле. Конечно же, я подпитывался христианским и очень многими течениями, я все это изучал, но мне все это, ну, что-то вот не получалось, актуальности не было, да, и потом вдруг синтез случился, вот, и этот синтез, он здесь изложен, религия чистоты, это первая в мире интегральная религия, которая, в общем-то, видимо, содержит все элементы, которые накоплены до сегодня, и главное, она подходит мне, вот, поэтому вот этот миллионер, миллиардер, чего начали, ну, на самом деле это все следствие, которое наступает, что обсуждать следствие, следствие наступает тогда, когда ты возвращаешься к актуальности жизни, когда ты подключен к чему-то, к источнику, главное вообще источник, поэтому я всегда говорю, неважно что, неважно как, неважно зачем, неважно где, неважно почему, и вообще все это не важно, много о чем люди думают, что это очень важно, важен источник, будешь подключен к источнику, с тобой будет случаться, я вот нашел свой источник, это вот религия чистоты, я вернулся к своей актуальности, я нахожусь в состоянии ответов, а не в изнашивающем состоянии вопросов, где только вопросы, вот вопросы, отвечая на вопрос, еще десять вопросов возникает, я теперь в состоянии ответов, мне нравится, что со мной происходит, это главное состояние людей, практикующих религию чистоты, и я очень хотел сегодня построить разговор, обменяться, потому что мне кажется, каждый раз, когда встречаюсь с другими представителями других течений и так далее, мне говорят, например, религия чистоты очень похожа на ислам, я говорю, о, интересно, хотелось бы ближе познакомиться и крутить этот вопрос, поэтому очень рада. Шамиль Фатович, чтобы стать миллионером, каким нужно следовать заповедям? – У Игоря интересный момент, я бы, наверное, больше чуть-чуть проанализировал его слова, потому что на каком-то этапе, как я понял, в семнадцатом он вошел в список Форбс, правильно? Ну, в Форбсе там так обозначено. – Ну, я отслеживал там, когда они что-то считают. – Ну, Форбс там, да, считает, посмотрит. – Они же не все видят. – Да. – Они заметили в семнадцатом. – Да, они заметили в семнадцатом. – Ну, да. Ну, там, в любом случае, основное предприятие – Технониколь, то есть они как бы там смотрят, да, пятьдесят процентов владения. – И это к чему? – К тому, что очень часто люди, когда у каждого свой потолок, у кого-то там, мне бы получать там сто тысяч рублей в месяц, человек скажет потолок, кто-то стремится там к миллиону долларов. – И вот огромное количество людей я встречал, тридцать плюс, сорок плюс, то есть, ну, мы примерно ровесники, у нас полтора года разница. То есть вот проходя вот эти вот этапы, люди останавливаются на тех или иных этапах просто какого-то материального уровня. И вот тогда их начинают по полной программе вообще вот так вот колбасить, то есть они вот теряются. Следующего этапа они не видят, и обычно это вредные привычки, какие-то загулы, или там айронмены, или там лезут на горы, так или каким-то… – Так проехались по айронменам. – Да. – Яхтинг. – Нет, здесь был яхтинг. – Вот, яхтинг. Да. Кстати, у меня тоже один товарищ, он ваш конкурент в вашем бизнесе, и он тоже как бы на каком-то этапе, вот молодец. Он подряд пять лет проходил мои многодневные, и он занялся как раз яхтингом, просто для души. Не покупая яхту, потому что прошел мои семинары, понял, что зачем замораживать деньги. И вот в этом процессе перехода очень у многих начинаются любовницы, вторые, третьи семьи, это вообще бич какой-то на постсоветском пространстве. Чуть-чуть выше обычного, если зарабатывать. И вот у Игоря такой получился подход, то что не задавая вопросы в поисках у батюшки, у имамы, у кого еще, у какого-нибудь монаха где-то. Он для себя очень хорошо как раз выстроил эту платформу, сформулировал и людей обучать, и подзаряжаться, и других заряжать. И все это, да, название как религии немножко так напрягает, но на самом деле просто некий такой свод правил своих, они сформулировались, и они дали им возможность не потеряться в деньгах и вообще психологических потрясениях. Поэтому с этой точки зрения это очень хорошо, потому что психология, то, о чем вы сказали по поводу мышления миллионера. И он как раз это подкорректировал, то есть, да, на моих семинарах и вебинарах мы движемся, вот эти моменты, все нюансы там от студентов до мультимиллионеров, бывает и миллиардеров в том числе, но деньги далеко не главное, не в деньгах счастья. И мышление должно быть, которое ведет в том числе к материальной составляющей, но при этом, как было сказано, материальная составляющая лишь следствие. А вот суть, стержень – это как бы совсем другое. И вопрос мышления – это целый, ну вот в его случае, в случае Игоря, он целую систему назвал ее религией. Да. По сути дела у каждого человека в ту или иную степень он берет и собирает пазлы и от этапа к этапу переходит. И если у него там есть пазл материальной составляющей, он в том числе материализуется в его цифры, данного человека. Я знаю, что и у Игоря Рыбакова, и у Шамиля Аляудинова основная аудитория – это молодые предприниматели, да? Они все хотят быть такими, как вы. Они стремятся к миллиардам. То есть человеку кажется, что он находится все время в статусе код, да? То есть он не растет. Вот как изменить мышление и выйти на новый уровень? Ну, изменить мышление никак. Никак? То есть придумки тренеров, коучеров и так далее. Кучеров, как я их называю. Очень уважительно отношусь к этому всему. Изменить мышление невозможно. Мы находимся в своем мышлении, ну, мышление непрерывно. Мы можем создать для себя среду, в которой могут произойти какие-то вот медленные изменения. Дальше мы можем, оставаясь в этой среде, ну, скажем так, зафиксировать, способствовать тому, чтобы эти изменения медленные происходили. Мы не можем усилием нашей воли, усилием нашей, там, чего-то, мысли или что там у нас есть, там, мышцы какую-то, да, изменить наше мышление. Мы в нем. Это, так называемая, интересная философская парадигма. Наш мир в нашем мышлении и наше мышление в нашем мире. Можно подключиться к другим средам. Ну, давай, носители этих сред – это другие люди. Можно к ним подключиться, ну, каким угодно. Подключиться к другим людям. Быть с ними рядом, вместе, вести хозяйство, вести какие-то дела, вот проводить много времени. Таким образом, в тебя, как вот, по сообщающий сосуд, войдут те или иные новые практики, новые, там, есть приемчики, да, и ты будешь ощущать, что вот, наверное, вот мышление новое наступило. Ну, это все. То есть, ну, поэтому, финально мы придем к тому, что вроде как мышление поменялось. То есть, только человек может изменить другого человека? Условно, если я буду находиться с Рыбаковым в течение года, то я могу поменять свое мышление, свои мысли. Если коротко, то есть такое хорошее выражение – окружение сильнее воли. Он как раз об этом говорит. То есть, то, что мышление меняется, ну, как я сказал, то есть, немножко так вот, находясь в жизни, да, 48-й год, живя в разных странах, разной национальности, как имам мечети, там, 24 года моей жизни последние. И как, проводя семинары с 11-го года, уже 10 лет. То есть, на мои семинары, когда приходят люди через год, через два, ну, я вижу, что они меняются. Они применяют. Ну, тоже, когда появился, там, Ютуб, потом соцсети, люди говорят – вот здесь вот я поменялся, вот здесь вот я это применил, это на меня повлияло. То есть, он говорит о том, что, если человек просто… Это я тоже говорю. То есть, вот коучинг, который говорит – займись своим любимым делом, ты заработаешь миллион, я говорю – все это пустышка. То есть, очень много в коучинге современных правильных слов, неважно, российский, американский, очень много правильных слов. Но за этим стоят, в том числе, бедные коучеры. То есть, люди, как и врачи, очень часто, я много, то есть, после 30-ти у меня было 4 тяжелых заболевания. И сталкиваясь с врачами, пересекаясь, я понял – они меня не вылечат. То есть, меня делают только еще более больным. И бедным. Да. Ну и бедным. Вот. То есть, но когда я начинал этот орган изучать, то есть, мне нужна консультация врача. Я же не врач, чтобы все нюансы. Но я изучил, что это за орган. Как он работает, что для него полезно, что для него вредно. Но я там УЗИ сам не могу сделать или там что-то еще, какую-то томографию не могу сам сделать. Я иду к врачу, он мне все это считывает, он читает мои анализы. А я дальше уже с учетом изучения данного органа. И если… Вот почему те же самые подписчики. Если взять вот Инстаграм. Кто-то подписывается, кто-то отписывается. Остаются те, которые вот некое сообщество. То есть, окружение сильнее воли. Люди говорят – вот ваши посты это мотивирует, дисциплинирует. Окружение сильнее воли. А просто так в общем взять, что тебе поставят другие мозги. То есть, в конец 90-х, начало нулевых, я много читал по нейробиологии. Мне было интересно. Нейробиологии как раз в то время начали много переводить. И Дэниела Джи Аммана, и самых разных. И вот те же самые нейроны, нейронные пути, как все это, какова химия мозга, как все это меняется. И поэтому я людям даже говорю, если вы хотя бы несколько фишек возьмете, вам придется их применять 3-6 месяцев. Потому, что новые нейронные пути создаются в течении 3-6 месяцев. То есть, вы должны что-то делать. Тот же самый коуч, вы к нему пришли, вы набрались себя. Людям говорю – это будут только эмоции. Это ничего не поменяет в вашей жизни, это кратковременная очень химия. А когда вы делаете, в том числе, у вас есть окружение, у вас есть какие-то конкретные цели. Так вот, по вашему вопросу, здесь основное, чтобы человеку выйти из серой массы, у него должны быть какие-то свои цели и сроки. У него должно быть свое понимание, зачем ему это нужно. Потому, что если это не его, то есть человек сегодня зарабатывает 1000 долларов в месяц. Я как раз сейчас 45-дневно у нас идет финансовая. Я там остановился, когда я говорю, упаси Господи, как можно мало зарабатывать. Ну, там я по-своему это прокомментировал, потому, что мой мозг очень так негативно реагирует. Но я понимаю, я говорю, я согласен, кто-то зарабатывает и 200 долларов. Я говорю, но нужно уметь заставить себя вылезти из этого. И вот, когда человек ставит себе цель, вот у него сейчас 1000 долларов. Он хочет 10 тысяч. Ему говорится, послушай, ты должен понимать, что тут твоя трансформация, в том числе на уровне нейронных путей. Это считай, что в 10 раз ты изменишься. То есть ты в расписании дня, в вопросе окружения, что ты читаешь, что ты ешь. Много, что должно поменяться и постепенно, постепенно. И люди потом ко мне, там через год приезжают и говорят, или подписчики говорят, вот в 4 раза увеличилось. То есть у него там было столько, это 1000, стало 4. Было 5, там стало 20 тысяч долларов. То есть 4 раза я ей говорю, берите планку 10, но заставьте себя это делать, в том числе поменяйте свое окружение. Люди так и говорят, мы начали применять то, что вы говорили. Те, с кем я общался, как будто их не стало. Появились совсем другие люди. То есть это все взаимосвязано, но, вы же слышите Игоря, я с ним впервые встречаюсь, я посмотрел, но прежде чем встретиться, я посмотрел, набрал в Яндексе, коротенько написано. Посмотрел мне как раз рядов за 19-й год Forbes, за 20-й год Forbes. То есть пандемия для строительного бизнеса была в хорошем этом. Там 1,3 оценивалось, здесь 2 оценивается. То есть… У вас изучили. То есть это просто… Нет. Это… Ну, если человек пересекается, я должен знать. Конечно. Человек ко мне, корреспондент приходит, он даже не знает, какой у меня возраст, чем я занимаюсь, есть у меня семья или нет. Это же ненормально. И вот в этом процессе нужно понимать, что он… Вы его когда слышите, слово «религия» очень хорошо подходит прямо под его контекст. Он реально себя в этом вопросе мощно прокачал. Я, знаете, люблю истории. Я была в Дубае, и мы ходили в узбекский ресторан, и мне говорят, этот ресторан открыл бывший спасатель. И я вот, нахожаясь в Москве, вижу, что доставщики еды в основном это граждане Кыргызстана, да. Я знаю, что проводили исследования, и вот такая рабочая миграция, вот те, кто сейчас работает в Москве доставщиками еды, они вернутся в Кыргызстан и, скорее всего, откроют у себя там рестораны, да, или там кафе. То есть вот вы сказали хорошую фразу, нужно вырвать себя, да, если ты зарабатываешь тысячу долларов, почему ты не можешь вырвать, почему большинство людей спокойненько живут и получают эту тысячу долларов и ноют, что власть там виновата, государство плохое, что все плохие. То есть люди сами, вот как вы сказали, Шамир Фадорович, не вытаскивают себя. Это действительно так. Наше мышление происходит в мире наших представлений о себе, о другом, о деле. Представления. Представления формируются на всем протяжении жизни. Но пути от того, где мы оказались, где мы родились, в маленькой деревне, в Кыргызстане, там, ну, случай, воля случая. И дальше мы живем в этих представлениях и все мышления, которые могут случиться, решения, выборы, намерения, все это продиктовано в нашем представлении. Вопрос, ты какими представлениями себя оснастил? Или ты взял то, что рядом лежало? Ну, что-то всегда было рядом, да, окей. Вот то, что рядом лежало, оно несет тебе 10 тысяч долларов? Ну, или хотя бы тысячу, а не 200 долларов несет? Нет. Если нет, представление, в которых может случиться твое мышление, будет ограничивать тебя. Это примерно как если бы ты сидел в однокамерной, ну, в однокомнатной, или как это, в тюрьме, в комнате, да, и такой, что такое, баланда за 200 долларов, значит, вот все, больше ничего нет, и по расписанию гулять, спать и все, я сижу в тюрьме. Ну да, ты сидишь в тюрьме своих представлений. То есть представления, в которых может случиться тысяча долларов, а лучше 10, а лучше миллион, это особые представления, и знает о них только тот, у кого есть этот самый миллион, или лучше миллиард, тот, который к своему миллиарду шел по ступеням тех самых, там, тысячи, потом 10 тысяч, потом 100 тысяч, потом миллион, и так далее, и есть. Это непрерывное развитие представлений, которые как лестница, как лестница расширяет твой мир до возможности из первозданной простоты, которой навалом, посмотрите вокруг, первозданной простоты навалом, создавать значимое, яркое, существенное, просто как только ты это можешь сделать, у тебя денег становится все больше и больше и больше. То есть я утверждаю следующее, что представление и развитие или расширение твоих представлений о себе, о другом, о мире, о деле — это первоисточник благоденствия, блаженства, ну то есть всего, чего бы человек мог бы вожжелать, а в том числе и замыслов, и целей, и все, что там люди потом придумывали. Поэтому мои представления, которые я сейчас развиваю, я их развиваю посредством вот этой, вот этого инструментария. Моя религия — это мой инструмент, с помощью которого я настраиваю все сферы своей жизни — семейную, финансовую, физическую, отношения на работе или с бизнес-партнерами, отношения в обществе или репутацию, внешнее самочувствование, а также мое чувство интуиции и связь с Богом. Все сферы жизни я настраиваю, и дальше я смотрю на свой финансовый счет. Черт побери, может, не надо такое слово говорить, да, мы же... Я говорю, ну финансовый счет пополняется, отношения улучшаются, развиваются, при этом я ничего не делаю. Ну, не делаю в том смысле, как вот если всех послушать, надо делать, надо стараться, надо трудиться, надо бороться, я ничего не делаю. Как если бы я сказал следующее, я скорее убираю то, что мешает проявиться и проступить той полноте, которая всегда есть. Мы все друг с другом связаны, но почему-то мы сердимся, можем сердиться друг на друга, с подозрением относиться друг к другу, все люди с друг другом связаны. Мы когда в связанности, мы можем сотворять удивительные там проекты, дела, одеяния, но мы разделяем себя и говорим вот мое, твое, забор строим, охрану выставляем, начинаем тратить все ресурсы на охрану границ, в результате все наши ресурсы, если даже нам повезло, что-то мы туда тратим, на границы, на охрану границ, в результате мы истязаем себя, а экспансия по бокову, например, выглядит по-другому. Экспансия — это расширение настолько, насколько другие захотели к тебе присоединиться. Нет границ, мы не тратим ничего на заборы, в результате возникает совершенно другая экосистема, другая, другие представления. Взять эти представления можно как оснастку для жизни, оснастку, обладая которой без чрезмерных усилий, подчеркиваю, без чрезмерных усилий, без изнашивания себя с тобой случается блаженство, богатство, вот как у меня. Поэтому я людям говорю, ну, пробуйте разное, оставьте себе то, что для вас работает. Шамир Ифанович, вы согласны? Нет, но здесь же он очень все хорошо правильно говорит, потому что он в гармонии с самим собой. В итоге для людей определенного уровня это все убедительно, в том числе Forbes. Но здесь, конечно, Игорь Лукави, то, что они работали с 92-го года. Правильно? В 92-м, по-моему, начали ремонт крыши или что-то там с крышами связаны. Студентами мы на крыше первый раз вышли в 92-м, нет, пораньше даже, в 90-м году встроят ряд. Форбс пишет, да, 92-й, неважно. 92-м фирмы начали, да. Да, уже официально работать. Здесь нужно понимать, что порой люди отрываются от реальности, то есть они уходят, вот как Игорь сказал. То есть каждый живет в своем миру, и Игорь тоже живет в своем миру. Вот. И он приглашает в этот мир, и хорошо, что он так красиво этот мир оформил. Но в итоге он ушел в так называемый инфобизнес. То есть с учетом современных возможностей коммуникации. Возможно, там был некоторый на каком-то этапе конфликт с компаньоном, возможно, они решили как-то разделить свои полномочия. Потому что конфликты, они всегда возникают. И с 90-го года, он говорит, с 92-го уже официально чинили крыши. И просто так человек, если сидел бы и создал бы свою такую экосистему в мыслях, не чиня крыши, не создавая одно производство, другое. Воюя с конкурентами. Я одного человека, у него тоже производство в этой же области. И как раз вот «Технониколь» конкретно наехал по его одной продукции. То есть те нанимали очень серьезных специалистов из Санкт-Петербурга и свой патент защитили. То есть они себя защитили. То есть нужно понимать, что Игорь через все это проходил до какого-то этапа. Но на том этапе, когда люди, кто-то заводит вторую жену, кто-то лезет там на Эверест, кто-то Айронмена. У него очень хорошо сформулировалось, хоп, и вот как бы структурировалось внутри вот это понимание. И опять же мало кто это понимание превратит в слова. Еще меньше кто сможет это превратить в выступление. И еще меньше кто может получить там за 2-3 года прирост в ютубе там в 10 раз до полутора миллиона подписчиков. То есть он хорошо очень вошел в этот процесс, потому что ну он в гармонии, полной гармонии с собой. Там, ну одному Богу известно, что в бизнесе произошло, как там они отрегулировали. Но всегда это регулируется. Это есть в нашем интервью. Да, этот момент, я не смотрел его. Но этот момент есть, отрегулировался. И он вот эту энергию он направил совсем в другое русло. Но сказать о том, что ничего не делая, ты что-то сделаешь, он реально. То есть об этом можно говорить уже когда-то мы им есть. Посмотрите на Игоря. Да, мы с ним примерно ровесники. У нас полтора года разница. Хотя у меня тяжелые были годы. В Африке 6 лет я жил в 90-е, учился. То есть ну довольно меня дергали разные заказные статьи, там 5-е, 10-е, с конца 90-х. Ну тоже как бы нелегкая жизнь. Но посмотрите, у него она была не очень легкая. Если он просто книжки читал бы, сидел бы там, ничего не делая. Он делал. Пахал по полной программе. Но на каком-то этапе, Бог миловал, срослось одно, другое, третье. Какие-то конкуренты умерли. В какой-то момент... Да? Не, не в смысле, с вашей помощью. Но пандемия. Как она? 14-й год. Как он подстегнул? Возможно. Такие версии необычные. Нет. Люди умирают же в любом случае. 14-й год. Он же очень сильно помог строительному бизнесу внутри России. Да-да-да. Импортозамещение пошло. 20-й год очень сильно помог внутреннему. И сейчас государство вложило триллионы рублей, раздало людям. И люди взяли там на пустом месте, начали строить, строить, строить. Подстегнули рынок Технониколь в семнадцатом 1,3 доля у Игоря. А сейчас 2. Хоп! Конечно, здесь он ничего не делал. Но до. Но до. Он пахал по полной программе, что видно по нему. Игорь Владимирович, вы, может, забыли про этот этап своей жизни? Нет. Давай так. Пахать-то надо. Я утверждаю следующее. Работать надо головой, а именно представлениями, которые в голове, а не лопатой махают. Посмотрите на тех, кто лопает и махает. Я очень уважительно отношусь к любому физическому труду. Однако следует отметить, что в валовом продукте, в добавленной стоимости, значение физического труда очень большое. И все меньше и меньше. Потому что роботы, знаете ли, и так далее. Вот поэтому работать надо головой, как говорил Рокфеллер, а не работу работать. Тогда будут деньги, тогда будет блаженство и так далее. Но в данном случае, да, а что в голове? И поэтому, смотрите, я разгадывал эту загадку. Почему? В тех же самых условиях, когда другие работу работают, у меня получается лучше, быстрее. Вот на том же самом объекте, в том же самом месте. Ну, и это каждый раз десять тысяч небольших шагов, десять тысяч маленьких эпизодов. Ну, каждый малый эпизод, ну, каждый раз у меня получалось больше. И все то же самое. Руки, ноги, голова, все то же самое. Но все по-другому. И вот оно складывается и все. Еще раз говорю, наше содержание, у каждого человека содержание примерно одинаковое. Ну, если посмотреть на тело, руки, ноги, голова, все одинаково. Если посмотреть, знает ли каждый из нас арифметику, то знает. Если посмотреть на общую оснастку, чем мы оснащены, да мы вообще одинаково оснащены. У нас разница, в общем-то, минимальная. Так же, как, вот что отличает невкусную овощную кашу от замечательного вкусного борща? Чуть-чуть щепотка соли, правильно. Смотрите, вот у нас разница в нас. В содержании нет разницы. А в чем? Разница в том, как мы используем наше содержание. А использование нашего содержания, это как будто бы некий, ну, давайте так, программа или процессор, ну, который берет и по-другому использует, ну, другие сигналы дает. Вот что это такое? Ну, я называю это представление моим. Представление о себе, о мире и так далее. Потому что если все правильно тоже, ну, давай так, просто сигналы как-то по-другому соединяются. Вот и все. Я разгадывал эту загадку. Я делал очень много записей, наблюдений и так далее. И вот в июне, когда пандемия была, и всем было очень плохо, и мне, кстати, тоже, когда все думали, локдаун, значит, отменят, а в июне, значит, оказалось, что еще там вообще непонятно когда. И было очень у меня хреновое настроение. Это три дня. Почему? Вы же в гармонии с собой. И у вас… Мне было очень, ну, не очень хорошее настроение. Почему? Ну, вот, называется так. Я бы облаковал. Не все в жизни и в мире я могу объяснить, почему я не стараюсь это сделать. Потому как я скорее ищу то, что приносит мне блаженство и хорошее состояние. Я коллекционирую это. И даже не пытаюсь объяснять там что-то зачем. Мне было не очень хорошо. И три дня я ночью ложился спать, и я не спал еще. Видения, какие-то мысли и так далее. Я думал, я сейчас утром встану, вообще не смогу ничего ходить, как обычно бывает. Ну, не выспался, устал. Нет, я утром встал. Как этот самый… И у меня была потребность сделать все записи. Записи, записи. Потому что всю ночь приходили какие-то… Мысли, чувства, складывались какие-то образы. Тексты. Тексты, тексты. Это буквально тексты. Я записывал. Вот три ночи было удивительное что-то. Литургический сон или литургический как-то там… Что это? Не знаю. Ну, короче, какой-то сон, но он не сон, в котором, значит, идут какие-то вот картины. Вот я это записывал. Все это здесь. Потом я прочитал эти тексты. Это не мои тексты. Это не мои тексты. Я их просто записал. А чьи тексты? Я не знаю. Я говорю, это волны. Некие волны, сложения. Я их просто записал. Теперь происходит интересная вещь. Когда я начинаю день с того, что я читаю один текст, маленький там. Вот. Это они такие главки маленькие. Я читаю. У меня день идет вообще по-другому. Я ничего особо не делаю. Просто день идет по-другому. По-другому. Другое настроение, другие мысли, другие чувства, другие решения. Я дал эти тексты своим друзьям, товарищам. Они стали читать. Говорят, Игорь, и у нас по-другому идет день. Я пошел к деятелям, которые давно изучают религии, священные книги, которые якобы содержат некий камертон, настройщики для тела, души, для ума. Ум, сердце. Они говорят, действительно, в мире существуют некие тексты, звуки, песни, которые могут обладать силой, как камертон. Если они тебе подходят, как камертон-настройщик, то ты просто по-другому начинаешь связывать сигналы, которые на тебя поступают. Волны, которые поступают. Акустические волны, электромагнитные и так далее. Ты другие действия в результате совершаешь. Не потому, что ты волей заставляешь себя другое действие сделать. Да нет. Просто какая-то программа внутри работает, неосознанная она действия. Я, значит, у меня жизнь вообще расцветает. И раньше это было неплохо, да, когда Forbes внес в список, значит, было уже неплохо, да, вообще. А тут вообще я посмотрел, как растет финансовое состояние. Так оно вообще вот так загнулось. Да, пандемия хорошо сработала. Это что было, подключение к Всевышнему? Знаете, это все следствие. Я обратил внимание, что в этот момент я начал массово строить детские садики и школу. Я увидел, сколько разного и нового началось. Мое настроение постоянно стало просто, я бы сказал, фантастически волшебно такого никогда не было. Все это время я читал это. Я камертон настойчивый. Поэтому на самом деле, смотрите, я не склонен объяснять чего-либо. Я действительно из Советского Союза, у меня пихали вот эти вот попытку такого, знаете, умозрительного отношения к жизни. И я не верил в Бога. Вот не верил. Пока первый раз с ним не встретился. И я сейчас могу сказать, что тот, кто однажды хотя бы однажды встретится с Богом, никогда больше не будет жить без Бога. Это точно могу. Это я знаю. Это вот проверил на себе, убедился, потому что я не могу без Бога. Просто мой Бог, это состояние, мой Бог, он вот особенный Бог, который дарит мне все. От него я беру все. Вот семья, отношения, благосостояние финансовое, в обществе, репутацию. То есть, какие-то дальше вот эти штуки расцветают. Детские сады мы строим, школы. Это все следствие. Форбса не успевает переписывать эту строчку. Пусть успевает, как говорится. Я говорю, успеваете. Слушайте, через два года увидите на том месте, где два миллиарда там будет. Я не буду говорить сколько. Там уже это. Форбс не успевает переписывать. Это все следствие. Все это потому, что происходит чудо. Чудо чистоты. Проявление того, что в нас есть, оно просто задействовано теперь по-другому. И я знаю теперь мой инструментарий главный. Лучшего самопонимания, лучшего самозамысливания, лучшего самооснащения и лучшего самоизмерения. Следствием этого является лучшая жизнь. Инструментарий, базовый инструментарий, который я всем рекомендую себе всегда найти в жизни. Инструментарий. Подключиться с помощью этого инструментария к себе и к миру. И все с тобой случится. И не надо стараться трудиться. Вернусь теперь, зациклюсь в следующем. Меня тоже учили стараться трудиться, изнашивать себя. И я это делал. Знаете, я нанес себе очень много травм. Очень много. Вот это вот джобовые 24 на 7. Я считаю, это самой изощренной формой истязаний, рабовладельческого использования. Вот эти все пропаганды по поводу, что надо 100 часов и неделю работать, чтобы жить богато. Фигня все это. Посмотрите, где хоть один упаханный, богатый человек. Покажите мне хоть одного богатого и упаханного. Зато очень много упаханных и бедных. Поэтому бедность, она заключается в том, чтобы использовать неактуальные инструментарии. В этом бедность. Бедность – это, в принципе, неактуальный инструментарий. Берешь актуальный инструментарий, вывод делай. Используешь его для оснастки своей жизни и с тобой случается. Не надо включать голову, просто возьми актуальный инструментарий. Вот что вы на это скажете? Ну, конечно, Игорь не на встрече с психотерапевтом. Нет, Шамиль Иванович, у меня знаете какой вопрос? Он сам признался, что у него были сильные травмы и реально перепахал. То есть, как я сказал, мы с ним одного поколения. Мы с ним одного поколения. И вот это поколение, кому сейчас за 35, за 45. Когда они чего-то добиваются, повторюсь, им нужно переключение. Иначе их крышу снесет. Очень многих крышу сносит. И там наш российский список Forbes. Они постоянно судятся с женами, делят это все имущество. И основное, если посмотреть, то яхта, потом новая яхта, потом этот самолет, потом новый самолет. Даже тот же самый Тинькофф. Почему Америка выставила налоги. Основное было то, что в Инстаграм он показал свой новый самолет частный. Поэтому, сказали, ты самолет этот мало налогов заплатил. То есть, игр не пошел этим путем. То есть, человек, он всегда, вот эта внутренняя наша природа, она требует какого-то постоянного. То есть, он говорит с точки зрения негативного, правильно, нельзя себя изнашивать. Но с точки зрения работы нашего тела, мозга, нам нужен ритм. Напряжение, восстановление, напряжение, восстановление. То есть, организм просто так работает. Ну, любая мышца так работает. Напряжение, расслабление. И когда люди ограничены деньгами, и в том числе, вот это вот крючки, как я говорю, маркетинговые на потребление, то, ну вот, они становятся рабами вот этих ситуаций. Не важно, там тысячу долларов они получают, или там миллион долларов они зарабатывают в месяц. Абсолютно не важно. Это все одинаковая схема. Игорю удалось из этой схемы выйти. Возможно, я говорю, то есть, что-то его заставило оттуда выйти. Возможно, как бы, ну, его здоровье было на каком-то пределе. Возможно, тоже. То есть, что-то его заставило выйти, и мозг начал включать самозащиту. То есть, у кого-то включает самозащиту, люди уходят в монастырь. Как я сказал, у мусульман очень часто самозащита, там человек целыми днями молится, его жена работает. Это тоже странно. Из современных ситуаций много бывает. Он целыми днями молится вроде как. Но если посмотреть, он просто внутри, после своих сорок плюс, он надломился. Он там внутри сломался. Но это не спасение, такое большое количество молитв. Да, и не спасение, там залезть на Эверест. Ну и там десять раз залезть на этот Эверест. Это просто скачок дофамина, радости, как бы нового успеха. А Игорь, он вошел в определенный ритм такой цикличный в своей системе. Даже сумел это монетизировать. Да, там книга, тренинги и так далее. То есть, он вошел в этот процесс. Он включил элемент благотворительности. Благотворительность – это всегда взрывной дофамин. То есть, когда мы участвуем в жизни других людей. Не важно, обучая, что-то создавая. У них есть Рыбаков фонд, даже один из лицеев в Татарстане. У моего сына однажды, у него тоже Инстаграм, он говорит – не могли бы вы разместить какие-то баллы, баллы, баллы чего-то. И в итоге этот лицей получил от Рыбаков фонд какую-то сумму. То есть, на самом деле, хороший лицей, хорошее учебное заведение. И вот эти процессы, они включились в защиту его. И при этом используем коммуникации. Бумага, средства массовой информации, благотворительность. Он включился и во внешний мир. То есть, это, на самом деле, его в итоге спасло от саморазрушения. Вот. Ну а дальше уже, дальше уже будет зависеть от него. – Шамир Ильфатович, вы 24 года имамом работаете? – Да, Московская реальность с 97 года. – С 97 года. Вы точно знаете, как подключиться к этому самому источнику, да, потому что я часто слышу и в Казахстане о том, что люди глубоко верующие, но при этом нашедшие себя, у них все действительно тоже складывается. Вот это вот подключение к источнику. Вот. Как, что назовешь? То есть, я сам религиозно практикующий с 86 года. Тогда я был и пионерским активистом, потом комсомольским, в том числе руководил комсомольской организацией школы. Вот. И в те времена, то есть я, слава Богу, никогда не курил, не пил. То есть, и та активность, и религиозная практика меня защитили от пагубных влияний. Ни наркотиков, ни чего. То есть, слава Богу. Вот. И религия, она дает определенную систему, да. Но. Вот любую ситуацию. То, что говорит Игорь. То, что сказано в Коране. То, что сказано в Библии. Да что угодно. Можно так применять. Можно сяк применять. То есть, можно по-разному. Если мы говорим, вот человек пришел в мечеть. Опять же, смотря на какого имама он попадет. Кто-то имам или там священник в церкви скажет ему, что нужно там молиться. Или там нужно столько-то денег там дать этой церкви. И ты спасешься. Но это же ненормально. То есть, как бы со всех. И с точки зрения религии это ненормально. Вот. Поэтому, то, что человек верующий в Бога добивается большего и легче. Согласен. Полностью согласен. Но. Здесь вот то, о чем говорит как раз Игорь. Должна быть какая-то система. Он эту систему выстроил. Он этой системе учит других. Но в то же время любой другой его ученик. Он этот элемент возьмет. Бабушкин элемент возьмет. Как говорят там. Тот же самый. То есть, вот как мне. Я проводил семинар в Ташкенте. Мне говорят. Вам не говорили, что вы там. Это поговорку. Что когда он родился татарин. Еврей заплакал. То есть. Я, честно говоря. А он мне говорит. Вы настолько вот дотошно по финансовым моментам. То есть, разные привычки. Нерасточительствовать и так далее. Настолько говорит. Все по-еврейски закручиваете. Или однажды. Он такой. Мультимиллионер долларовый тоже. Интересный. Из Казахстана. И он был с автором в одной из моих книг. И он интересно как раз там сказал. То, что. Порой. Какой-то совет. Бабушки. Да. Еврейки. Он очень может быть. То есть, там лучше. Советов. Не знаю. Десяти. Или ста коучей. Которые. Всю тонкость. Психологии. Психологии. Да. Жизни. Финансов. Поэтому. Нужно понимать. Что как раз Игорь сказал. Понимание Бога. Очень важно. Понимание Бога. Что нам дает. Мы. Насколько опять же. Мы в этом вопросе практики. Откроемся. Миру вообще. Мы постепенно. Выходим. Из. То, о чем он говорил. Из вот этой вот. Камеры. Из этого. Заключения. Ограничениями. То, что вы сказали. Почему люди не выходят. Потому, что они находятся в определенном окружении. Вот 200 долларов. Все. Окружение такое. Психология такая. От родителей. Или родители говорят. Да ты что дурак что ли. Что ты там поставил эту чашку. Ему 10 раз сказали, что дурак. У него создается образ дурака. У тебя ничего не получится. Я людей. Взрослые люди. Сколько я консультировал. 30 плюс. Да. 30 плюс. 40 плюс. Взрослые дяди. Тети. 40 плюс. Мне говорят. К сожалению. Я постоянно. Стараюсь на людей. Хорошо выглядеть. Но у меня внутри. Такая низкая самооценка. Меня родители постоянно долбили. Да ты идиот. Или идиотка. У тебя ничего не получится. Однажды одна женщина говорит. Мне мама постоянно. Там ей около 30. Мама постоянно говорит. Да ты только сможешь там что-то. Кондуктор или как этот. Который в поезде работает. Короче. Только там сможешь. Проводником. Работать в поезде. Это же такая глупость. Вот образ. Прямо насаждается. Как. Я не знаю. Как какой-то этот. Гвоздь. Вбивают его. То есть это очень опасные вещи. Как раз вот. То, что я делаю. Да. С точки зрения обучения. Там триллионерная тематика. Книги. Семинары. Там вебинары. Это вот как раз вот эти проблемы. Потихонечку. Потихонечку. Но. Каждый берет в итоге свой набор. То есть у Игоря получилось. У него конкретно там мозг активизировался по тем или иным разным причинам. Мозг активизировался. Просто начал его спасать. Но он это спасение сумел материализовать. Да. Дальше посоветовался. Где-то все это там. Редакторы подровняли. Более. Более как бы звучащее стало нормально. Нормально по-русски начало звучать. Да. Дизайнеры оформили очень красиво. Да. Купюра долларовая. Классно же оформлена обложка. Здесь если что 1 миллион долларов. Да. То есть долларовая купюра. То есть вот это все. Я вот с вами совсем согласен. Кроме. Кроме. Даже. Кроме того, что хотел бы только усилить. Про инфобиз. Про инфобиз. Прям модная тема. Актуальная. Модная. Я так скажу. Самый мощный инфобиз. Это. Это. Религиозные. Течения. Которые имеют. Церкви. Которые. Являются просто храмами инфобиза. Гарвард. Кембридж. Телевизор. Ну любой там. Любой ютуб-канал. Это все инфобиз. То есть люди еще много-много веков назад освоили профессию. То есть она постоянно меняет обличие. Раньше не было интернета. Инфобиз шел в основном из уст уста. Апостолы, ученики, евангелисты, просветители и так далее. Сейчас есть интернет. Поэтому гибридная схема. Наземная операция, что называется. И операции в интернете. Поэтому я сто процентов знаю, что инфобиз. Инфоменство. Почему-то его называют инфо-цыганство. Хотя это просто способы распространения неких верований, суждений. Практик что-то. Или способы распространения того, что есть. Не то, как надо сделать. Смотри, что есть, попробуй разное. Под себя собери. Да, это вот как собери то, что вы говорите. Мне очень понравилось. Пазлы собрал. Свою оснастку. Собери свою оснастку. Для жизни. Чтобы жить. Чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит. Я собственно... Чистоты. Это не про чистоты, грязноты. Вот то, что я говорю. Это про чистоты. Ты. Когда тебе нравится, что с тобой происходит. Поэтому я абсолютно согласен. Единственное, давайте даже добавим и обострим эту яркость. Что все инфобизм, религиозные течения. Мне даже не нравится иногда. Я говорю, что нынешние религиозные течения сильные. Они теряют своих людей. Их забирают. Молодежь забирает в новые течения. Вот например, почему в России 50-тысячники так расширяются. Почему молодежь предпочитает идти и присоединяться к движению 50-тысячников. Поэтому я хотел сегодня, чтобы мы обсудили, может быть, религиозные течения, которые есть в России и в мире. Как современные течения, действующие сегодня, как они осовремениваются и как они становятся более адаптивны и более привлекательны для людей. Ну вот слово инфо-цыгане, я думаю, это просто завистники, наверное, все-таки сформулировали. Потому что вы правильно сказали. Информация, она всегда была. Если брать Куран, Священный Куран, то первые слова, переданные пророку Мухаммаду были – читай с именем Господа Твоего, Который сотворил. То есть вот это чтение, и даже если до сих пор смотреть, уже 14 веков прошло, то есть первые неспосланные строки были именно призыв к чтению. С именем Господа Твоего, Который сотворил. И вот до сих пор именно чтение является основным источником информации. Поэтому, что касается течений, то здесь как бы так, ну я довольно плотно. У меня более 30 книг, ну они, как мне было приятно так косвенно получить от Насима Талиба комплимент. У его последней книги в 19-ом году вышла, рискуя собственной шкурой. Он пишет о том, что если у вас книга там бестселлер 2 недели, 3 недели, это все круто, конечно. Но если ваши книги продаются 20 лет, то это уже на самом деле серьезно. И как раз я читал в 19-ом, а первая книга моя вышла в 99-ом, то есть 20 лет. Они постоянно читаются, потому что люди видят пользу и опять же каждый какой-то свой пазл берет. Что касается течений, то я бы не стал уходить в этот момент, потому что из того, что я вижу в среде религиозной, в свое время там советской, в разных странах бываем, обучаясь за границей. Это люди. То есть я вижу не течение, я вижу людей и вот у вас получилось вот это выстроить. Ну в том числе сильные личности, у них получается выстроить гармонию. То есть они берут какую-то цитату одну, другую, третью. Та же самая триллионерная тематика в моей книге, 9 книг по триллионерной тематике. То есть там аяты, подборка высказываний, цитат из Корана, высказывания пророка Мухаммада, хадисы. Определенная подборка. И люди под себя это берут и как пазлы воодушевляются, вдохновляются, находят себя, дисциплинируются и так далее. Я им не даю какую-то свою схему Шамиля Алиуддинова. Я просто-напросто даю им информацию. Что касается течений, то те или иные радикальные вещи. То есть есть вещи, которые поддерживаемы государством, официальной церковью, к примеру. То есть, как мне порой говорят, но с учетом масштаба. Я в интернете с 99-го года, так плотно тогда соцсетей не было. И мне часто говорили, что Шамиль, но с учетом твоей деятельности, эффекта такого большого за все эти годы, когда тебя кто-то должен поддерживать государство и так далее. Мне очень приятно всегда ни копейки не государственные, ни фондов, ни грантов. У меня никогда этого не было. И 90% своего времени, сил я занимался богословием, которое деньги не приносит. То есть, вы занимались бизнесом, я занимался богословием. Но при этом, у меня есть одно из моих правил – доллар к доллару миллион. То есть, я веду определенный образ жизни, многие годы вел. С 89-го, как бы, что такое зарабатывание денег узнал. Поэтому, так я и официально, в том числе, и с учетом платы налогов. То есть, долларовым мультимиллионером являюсь сам. Форбс не вхожу. Но, как бы, просто живой пример того, что ты даже на 5-10% занимаясь бизнес-делами, все равно, вот как вы сказали, оно растет. Вот, даже вчера мне подвели итог по моим ценным бумагам. Довольно короткий период. 800 тысяч с лишним долларов роста. То есть, ну, приятно. Понятно, что рынки росли. У вас там выросло на 700 миллиардов, пересчитали. Да, у меня там 800 чем-то. То есть, не миллиардов, а миллионов. У меня тысяч. Но, здесь это абсолютно не важно. Важно, как раз, когда человек в гармонии с собою. Он ставит определенные цели с учетом себя. Как я учу, опять же, пишет свой сценарий. Берет какой-то инструментарий. И он движется. У него своя уникальная жизнь. И он постепенно один, 10 тысяч, другой миллион материализует. Третий миллиард. И оно вот так, вот так. Но всегда за деньгами. То есть, как в начале было сказано. Это всего лишь побочный эффект. За деньгами должно быть нечто большее. Иначе, человек там себя потеряет. Об этом мы тоже сказали. И что касается течений, то да. Еще с конца 90-х я жестко писал по… То есть, я уже тогда видел радикальные течения религиозные. Я жестко писал, но с точки зрения Богословской. Это отдельная моя книга «Как увидеть рай». С точки зрения Богословской их стереотипы, продвигаемые ими, идеологии я нейтрализовывал. Поэтому я как бы с тех пор… Это определенная информационная война идет против меня. И ролики до сих пор, и там разные всякие. Я там, что такое, сякое, заблудший, путинский там… Это часто пишут про всех. То есть, когда ты выходишь на определенный уровень публичности, от этого никуда не деться. И если ты берешь сложные темы, от этого тоже никуда не деться. Что там, музыка в исламе, она не запрещена канонически. Есть мнение. Там те же самые, вопрос финансов. Я постоянно это видел. То есть, как я в религиозной среде с 86-го. Я видел это приветственное положительное отношение к бедности. Постоянный акцент на бедность. И я уже просто для себя обозначил, что надо что-то с этим делать. Первая книга. У меня финансовая трилогия. Три книги. «Финансы триллинеров. Подсознательная бедность и богатство. Деньги под контролем». Все три продаются активно во всех интернет-магазинах. Мне это очень импонирует вас. Такое ощущение, что вы прям оппозиционер в исламе. Ну, в некотором смысле, я такой. Ну, новатор, точно. Новатор. Давайте. В любом случае, официально я еще являюсь председателем Совета Улима в Ту-Мерах. Духу и управление мусульман. Но Шамильев Дирак, он разорвал шаблон. Ислам – это покорность. Но покорность только Богу. Да. Покорность Богу. Поэтому, тут вопрос заключается в том, если покорность учению Богу, святым вещам, артефактам и так далее. Ну, то есть, это все про некие представления и учения. Если эта покорность приносит тебе чувство, что тебе нравится, что с тобой происходит, блаженство, какое-то богатство. Главное, что давайте все выразим в одном. Нравится, что с тобой происходит, значит, это покорность правильному Богу. Вопрос. А если не приносит ощущение, что тебе нравится, что происходит, следует ли продолжать эту покорность? Или следует найти другую покорность? Например, покорность религии чистоты и Богу, который тоже есть в этой религии. Которая, попробуя, даст тебе состояние. Что вы про это скажете? То есть, смысл такой следующий. Потому что вы, с одной стороны, сказали, что вы не поощряли бедность, которой очень много, религия. Ислам тоже говорит, ну, слушай, давай, так дадено, вот давай. Ну, так получилось, давай. Нет, это люди так говорят. В исламе нет такого, что все предопределено. Это в буддизме, да, больше? Может, буддизм. Тем более вы видите, сколько людей очень бедных, смотрите, очень бедных. Они соглашаются с этим и не хотят ничего менять. И в исламе очень много людей бедных. Да. Если взять религиозные сечения, ну, есть прямо перечень религий, где слишком много бедных людей, и они там, и они не выходят, и они покорны. Вопрос. Следует ли быть покорным тому Богу, который не приносит тебе блаженства и бедения? Или следует быть покорным другому Богу, который приносит тебе справедливость? Справедливость. Потому что каждый человек достоин лучшей жизни. Игорь, супер. То есть я как раз смотрел Инстаграм. Сегодня думаю, да, посмотрю, сколько у него подписчиков. И там ссылка. Нажал на ссылку, и я специально до конца досмотрел. Он говорит – жми, жми. Это не вебинар. Жми. Но он классный продающий. Продажник просто супер. В этом опросе, то есть он как бы за эти годы отточил мастерство. Это раз. Что касается покорности, то с точки зрения Ислама вопрос покорности – это только Богу. То есть понятие Бога в Коране говорится – нет ничего подобного Ему. Он не ограничен ни местом, ни временем. Абсолютно. Но вот все то, что… Как есть такое стихотворение. Во всем есть знамение, указывающее на то, что Бог один. То есть вот это вот. Вы для себя это по-своему открыли. Да. Другой по-другому, по-третьему, по-пятому. Но вот у меня в том числе на каком-то этапе, читая подстрочные переводы Курана, Карачковского, Порохова и так далее. Они не богословы. Кулиев, там разные есть, Османов. И я понял, в 2006-ом понял, что пора уже как бы. Я в 1997-ом начал потихонечку. Но в итоге богословский перевод смысла Священного Курана, именно с учетом и богословия, и современных реалий. То есть во всем этом, находясь постоянно. То есть три десятка лет с лишней моей жизни. И с точки зрения образования и работы с первоисточниками. То есть мой второй основной язык – это арабский. То есть здесь вот то, о чем вы сказали, я слышу вас. Я понимаю вас. Я понимаю, что огромное количество людей говорят, что все предопределено. В том числе мусульмане. Но если мы говорим о том, что говорит Всевышний в Куране. Или о чем говорит Пророк в своих высказываниях, в хадисах, то там этого нет. То есть люди это так себе взяли. – Нет никакого Бога, кроме Аллаха. – Нет. Нет того, что все предопределено. – Прямое предписание. – Вы сейчас говорите, Бог един, все указывает. Однако есть прямое указание. Что не следует верить ни в какого другого Бога, кроме Аллаха. – Ну, это опять же… – Поэтому это прямое противоречие. – Нет, нет, нет. Противоречия нет. – Здесь не вопрос… – Что делать? – Давайте конкретно. Вот нас смотрит человек, у которого 200 долларов. Он хотел бы тысячи. И он разделяет какую-то религию. Не будем говорить ислам. Любую. Подчеркиваю. Но у него 200 долларов. Он давно разделяет эту религию. И давно практикует. И давно ходит в мечеть, в храм. И вот никак у него не получается. Вопрос. Следует ли ему попробовать что-то еще? Игорь, молодец просто. Я говорю, продажник, он прямо в крови. Молодец! Ну вот на этот миллиард там, полтора миллиарда мусульман, сложно бы ему замахнуться. Нет, я не замахиваюсь. Я просто говорю, следует ли ему попробовать что-то еще? Может быть, просто ему не подсунули. А, да, да. Вы сказали, пасырь. Хочешь тысячу долларов? Останься в этой религии. Миллион хочешь? Бери вот эту Астаску. А то сейчас люди подумают, что нужно религию менять. Да, подчеркиваю. Это первая религия, смотри, которая говорит, слушай, ты можешь двойное гражданство иметь. Останься мусульманином, но дополнительно Астаску, чтобы стать миллионером или лучше миллиардером. Хочешь христианином? Оставайся христианином. Но Астаску возьми денежную. То есть смысл такой. Абициозно, согласитесь? У Игоря вот этот момент, да, видно, кто-то ему изначально заложил. То, что Технониколь прошел через все войны бизнесовые, то, что, ну понятно, что как бы партнеры у него, как я понял, в политике. То есть это всегда как бы дополнительная защита. То, что они так все грамотно выстроили, это все хорошо. Но у Игоря вот это мышление богатого человека, оно прямо жестко включилось, хотя он говорит, что вот там не вебинар, то есть он жесткий продажник. Жесткий продажник и просто молодец. В этом вопросе он профиль, но даже сама иллюстрация на обложке уже как бы говорит. Но, если мы возвращаемся к Исламу, то здесь нужно просто обычно просто сказать, то что он просто своей терминологией излагает мысль, и она… Да. Жесткий. Я специально Игорю не взял книгу свою. Ну вот, 30 книг сразу взять. Нет. Так быстро идти. То есть я немножко сторонник дать вот это вот расстояние выбора. То есть все озоны, лабиринты, мазоны все продают мои книги. Любые религиозные сечения, но дополнительная оснастка, религия чистоты для денег. Игорь просто молодец. Разговор состоялся, и действительно мы сегодня поговорили с двумя религиозными деятелями, но при этом пришли к мнению, что, будучи мусульманином, ты не меняешь свою религию, да, но ты просто приходишь для того, чтобы обогатиться. Ну и Шамир Ильфатович Ильяудинов, и Игорь Владимирович Рыбаков учит вас, друзья мои, стать богаче. И вот мне нравится, как говорит Шамир Ильфатович, умнее, сильнее, богаче. Да, набожнее и богаче в каждом дне. Я призываю всю аудиторию Игоря Рыбакова подписаться на триллионер лайф и всю аудиторию триллионер триллионер лайф прийти к Игорю Рыбакову в экс-шакате. Вот если Шамир поддержит книгу и скажет, и прорекламирует, будет здорово. У вас будет миллиард. Игорь, вообще, но он не знает, с каким продажником он столкнулся. На самом деле у нас было два продажника. Давайте мне ваши книги, я тоже буду. Тут 30 книг. Да, ты. Ну, хорошо. Игорь Владимирович, у вас 4 летать, да? Да, у меня 4, но он в начале пути. Да, в начале. Да, поэтому это то, что берем. Супер. Это билет в счастливое будущее. Это билет. Новое. Спасибо. Которое позволит включить такую оснастку, которая принесет… Супер. Миллион у вас есть долларов, да? Ну, мульти, да. Шамир Иванович, но на самом деле все очень просто. У Игоря Рыбакова в офисе есть долларовое кресло, там 1 миллион долларов, там нужно просто посидеть. Супер. Так вот и все. Все гораздо проще. Спасибо большое. Я вас приглашаю. Спасибо. Спасибо большое. У нас был видеоподкаст и мы находимся в Москве. Всем пока. У-ху! 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 У-ху-хуудкаст